Стих называется «Молитва матери». Друзья, заранее прошу прощения, быть может, и не время вспоминать, а я вот вспомнил, вспомнил всё мгновенно. Деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили, «Сыночек, милый, к Богу обратись!» И ежедневно обо мне молились, но я любил совсем иную жизнь. Друзья, вино и сотни развлечений мне ослепили сердце и глаза. И ослеплённый с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Летели дни, я жил в грехах, грязи и пыли, и думал я, что это мой удел. Мне не забыть, наверное, вовеки тот страшный день отец мой умирал. Из материнских глаз слёзы вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Но где же Бог твой? Что ж Он не спасает? Он исцелитель, что ж ты не стаёшь? Без Бога люди тоже так же умирают. И ты, отец, как все, в земле сгниёшь. Он улыбнулся и сказал сердечно, я жив ещё, сынок, а ты мертвец. Но знай, что ты не будешь мёртвым вечно, и скоро воскресит тебя Творец. Отца похоронили, мать молилась, втройне молилась о душе моей. Потоки слёз, что за меня пролились, я буду помнить до скончания дней. Ну а тогда я думал по-другому. Была противней мать мне с каждым днём. И вот однажды я ушёл из дому глубокой ночью, словно вор, тайком. Тогда кричал я, вот она, свобода, теперь я волен в мыслях и делах. Не знал тогда я то, что жизнь – это болото. Ступил на кочку и вяз в брехах, и жизнь меня, как щепку, закружила в водовороте суеты и зла. Вначале хорошо кружиться было, но вскоре закружилась голова, и вскоре стала ужасной, страшной мукой мне каждый круг и каждый оборот. Я свободу представлял, а видел ужас. Я волю напрягал, ум и доволи руки, чтоб вырваться со дна водоворота суеты и зла, но жизнь – водоворот, водоворот. Теперь я знаю, что жизнь без Бога – это уж угарный круг водоворота. Друзья, какое лживое, обманчивое слово. Водоворота – самый первый круг. О, если бы жизнь моя могла начаться снова, со мною был бы единственный верный друг. Круг развлечений, в золото одетый, меня своим сиянием ослепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Вино – источник зла и тысячи лишений. На первый взгляд приятный круг, но он у многих погубил. Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, и из бутылки пил. Но кто же мог спасти меня от смерти, от всех греков, лекущих так на дно? Не человек, не человек, поверьте вы. Ответьте мне, кто? Ну, ответьте же мне, кто? Метался я, не находя ответа. И вот однажды, летом, в сильный дождь, на улице я друга детство встретил. Увидел земляка, почувствовал я дрожь. Перед мной предстал милый образ, который видел я в последний раз. Лицо печальное и мокрые глаза. Забило сердце, задрожал мой голос, и вырвались безумные слова. Ну, как там мать? Меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать, да все, времени хватает. Сам понимаешь, то работа, то дела. Дела, работа, помолчал бы лучше. Твои дела нетрудно угадать. Я расскажу, ты только сердцем слушай про то, как позабыла тебя мать. Когда ты скрылся, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день в любую непогоду шла на дорогу, на распутье, и тебя ждала. И руки свои, поднимая к небу, моля своими пролитой крови, стояла, словно влитая в дорогу, с толпом надежды, веры и любви. Ну, а когда стоять была не в силах, когда она совсем в постель слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу, и тебя все ждала. Его слова стремительным порывом с души сорвали равнодушия в раз. Я задрожал и прошептал пугливо, скажи, что с ней? Она жива сейчас? Сейчас не знаю. Уезжал, дышала, в бреду шептала одни и те же все слова. Сночек, милый, ты пришел, я знала, а ты твердишь, работа додела. Я побежал, подстегнутый, как плетью, одним желанием жгучим, как огнем, успеть, увидеть мать, успеть. Пред ней раскается во всем, вокзал и поезд. И одно лишь слово в висках стучало молото сильней. Хотел не думать, но напрасно думал лишь одно. Скорей, скорей! Вот станция. И поезд встал. Я вышел из вагона. Меня трясло от волнения, что-то жгло внутри. Я вновь шагнул со страшной болью от горечи, горевшей в груди. Знакомая дорога и деревья, но только незнакомый сердца стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы, и отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, и в тишине ночной, за челестев листвой, меня к его могиле потянули. Я шел за рошей и заброшенной тропой, доволи напрягая зрение, чтобы найти могилу отца моего и не пройти мимо. И вдруг знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни я упал на колени, прижал к щеке холодный мокрый крест. Я зарыдал, слезы градом катились по щекам моим. Отец, папа, прости безумную ошибку. Ты прав, ты жив. Я слышу шепот твоих губ, стоишь ты предо мной, твоя улыбка. А я зловонный, мерзкий, сгнивший труп. Но я заботой и любовью к маме сотру все прошлое, клянусь тебе. И ты, мой папа, будешь в сердце вместе с нами. А если, если мать уже в земле, и сердце снова бешено забилось, я длянулся, тьма, низги кругом, и вдруг луна окрестностей светилась, и я увидел рядом свежий холм. Да только лишь луна и звезды знают, как я со стоном на могилу пал, и мамин холмик обнимал рыдая, и землю по сыновьи целовал. Ты слышишь, мама, мамочка родная, прости, не надо, не молчи, давай молиться вместе, дорогая. Ты слышишь, мама, мамочка, встань, не молчи. Но холм молчал, дыша могилен тлением, кругом ни звука, словно мир уснул. И вдруг я вспомнил, кто дает прощение, и к небу с воплем руки протянул. И эта ночь последняя была ночью в моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Мое в Нем счастье, сердце, чистота. Мое в Нем радость, жизнь и полнота. И много раз сказать я о Христе никому не побоюсь, что я не мыслю жизни без Христа. Когда же я сегодня вижу пред собой подобную картину, заплаканную, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына. От всей души мне хочется сказать, «Вы, матери, мамы, имеющие сыновей и дочерей, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши сильны, и после смерти творить чудеса. А вы, сыновья и дочеря, забывшие о Боге, остановитесь на своей безнравственной дороге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом на колени, чтобы в вашей этой жизненной дороге эти слезы не пришлось пожать». Аминь. Спасибо.